Добрый день Добрый день, друзья мои Только вчера вечером закончила вязать этот тёплый комплект А что, по-моему, очень симпатичный беретик получился Да и шарфик тоже Ну что ж, в таком виде не стыдно отправиться в зимний лес с визитами Всем добрый день! Добрый день Тётушка Матильда, а куда это вы собираетесь, а? Да вот решила навестить кое-кого из своих старых знакомых в лесу Да вы же сами говорили, что зимой весь лес спит Ну, мой милый друг, зимой лес, конечно, спит Но скажу тебе по секрету, отнюдь не весь А, ну да, птички, синички И не только синички, а кое-кто ещё Не может быть, я в лесу больше никого не видел Ну, безусловно, кое-кто умеет очень хорошо прятаться от лютых морозов и злых врагов Да? А кто же это, Тётушка Матильда? Так, вот что, дружок, одевайся потеплее, мы вместе идём в гости Да, это я мигом, сейчас Одевайся Ой, тишина Да Одни сугробы кругом Ой, ну и где же они все прячутся, а? Тише, тише Неужели ты не слышишь? А что я должен услышать? Там под снегом кипит жизнь Мышки роют в снегу норки А под белой подстилкой снуют полёвки и землеройки Ой, ой, кто это, спросите, а? Кто это? Ой, да не пугайся, не пугайся, мой друг Это Тетерев Да, морозные ночи Тетерева проводят в лесу С наступлением сумерек они один за другим срываются с дерева и с лёту врезаются в сугробы Ух ты, здорово Я бы тоже хотел попрыгать в сугробы Только холодно, наверное, сидеть в сугробе всю ночь, а? Да ну что ты, что ты Наоборот, тепло Сильные морозы не только Тетерева, но и крупные звери, такие как кабаны и даже лоси, могут забираться в глубокий снег Только вот беда За ночь покроется снег ледяной коркой Настом Крупным зверям, ну, хоть бы что Ну, а вот Тетеревам, Глухарям и Куропаткам худо приходится Ой, сидят под ледяной крышей и выйти не могут А знаете что? Что? Я по утрам буду в лес ходить и выручать Тетеревов и Куропаток из снежного плена Ой, молодец, молодец, Зубок, это ты хорошо придумал Ой, 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 кто это в меня снегом кидается, а? А, эта любопытная белочка вылезла из своего теплого гнездышка с нами поздороваться Здравствуйте, барышня, вам очень к лицу эта новая шубка Да, добрый день, а я ее даже не узнала И не мудрено В конце осени белка сменила темно-рыжую шубку на серую, чтобы стать менее заметной среди деревьев А еще отрастила прелестные кисточки на кончиках ушей, чтобы не отморозить их в стушу А, теперь понятно, почему я белочку не замечал И моего приятного зайчишку я не вижу Да ты его, наверное, тоже не узнаешь Наш зайчишка сменил свою старую серую шубку на белоснежную И заметить его невозможно, а уж догнать Ой, и тем более По глубокому снегу Беляк бегает куда лучше, чем его враги Широкие лапы зверька поросли между пальцами густой шерстью И удерживают его на снегу, как лыжи Ой, завтра возьму лыжи и будем с зайчишкой на перегонки кататься Ой О, кто это? О, вот и лесной кузнец начал свою работу Какой еще кузнец? Большой пестрый дятел Зимой главная пища дятла – семена ели и сосны Он отрывает каждую шишку от ветки и летит с ней к своей кузнице А кузница дятла – это углубление в высоком пне или стволе сухого дерева Куда птица, как в тиски, прочно засовывает шишку А потом крушит ее ударами клюва и достает из-под чешуек семена А вот к листву еловику не нужна кузница Он мастерски одним ловким поворотом головы раздвигает клювом чешуек и шишек И достает из-под них семена Вот это, вот это клюв, а? Ой, подожди, подожди, мой друг, ты совсем замерз Пора возвращаться домой Пора, пора Пойдемте Сейчас выпьешь горяченького чайку, согреешься Спасибо, Материна Леонардовна С удовольствием выпью чашечку чая Только я думаю, а как же зверюшки в лесу научились здорово прятаться, а? Я-то думал, что они все спят в своих норках Да, мой друг, жизнь в лесу продолжается и в самую холодную пору года Ой, ну а время-то нашей передачи подошло к концу Давай попрощаемся с ребятами До свидания, ребята Всего вам доброго, дорогие мальчики и девочки Больше узнаешь, сильнее станешь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в «Субтитры создавал DimaTorzok» Субтитры создавал DimaTorzok